Вакцинация населения стартовала в Азербайджане 18 января. На текущий момент дозу препарата получило свыше 435 тысяч человек. Это почти 4% населения страны. Прививают в Азербайджане препаратом коронавак. При этом в течение 180 дней в страну будет доставлено 300 тысяч доз лекарственного препарата «Спутник Ви». Соглашение об этом было подписано между Госагентством по обязательному медицинскому страхованию и российской компанией Human Maxine. Кроме того, в Азербайджан будет доставлено 432 тысячи дозы вакцины Астрозенека. Тем временем в Дании приостановлена вакцинация от COVID-19 с применением препарата шведско-британского концерна Астрозенека. Датские органы здравоохранения объяснили решение возможными побочными действиями вакцины, в частности сообщениями о тяжелых случаях образования тромбов. В то же время прямая взаимосвязь прививки и таких случаев до сих пор не доказана. Для того, чтобы защитить себя от заражения коронавирусом, технологическая компания в Эстонии предложила новое изобретение – очиститель воздуха с помощью ультрафиолета. Модуль можно надеть на шею, и он будет дезинфицировать воздух, позволяя при этом полностью видеть лицо. В отчете говорится, что тест на эффективность проводился в Тартусском университете с использованием альфа-вируса, который похож на COVID-19, как по РНК-геному, так и по размеру. Результаты показали, что 99,4% вирусных частиц были инактивированы. Поскольку воздух идет наверх, то лучше всего поставить этот прибор сюда. И этот прибор мы здесь делали чуть больше полгода. У нас только прототипы. Производство будет через неделю-две первые. И есть у нас уже первые покупатели. Так что, в принципе, в марте уже у нас заказы в Польше, чем мы можем производить в марте, например. Об официально зарегистрированном случае смерти в результате заражения коронавирусом заявили в Камбодже. Речь идет о 50-летнем мужчине, работавшем в портовом городе, шофером у выходца из Китая, у которого тоже был выявлен коронавирус. До сих пор в Камбодже официально зафиксировано чуть более 1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Несколько дней назад власти ввели ограничения. К настоящему моменту COVID-19 заболели 118 миллионов человек. 90 миллионов выздоровели, жизни более 2,5 миллионов спасти не удалось.